Друзья, а мы на рыбалку сегодня собираемся? Да! Тогда выходим. Все готовы? Да! А что нам нужно для рыбалки? Удочка! Правильно! Игоряха, держи, Люба. Что нужно для рыбалки? Нужна река. На озере прекрасно наловим. Хорошее место еще, мне кажется, нужно. Место выберем. А что еще не хватает? Червей. Правильно. Идем копать червей. Вперед! На рыбалку мы взяли с собой спиннинг. Но если у вас его нет, можно сделать юточку своими руками. Из палки, веревки, лески, рыболовного крючка и изоленты. Также для рыбалки понадобятся лопата, черви или опарыши. Резиновая омфь, чтобы ноги не промокли. Непромокаемая одежда. И хорошее место. Вот ловить рыбу я хочу, а червей копать – фу. Ну а как же без червяков мы наловим рыбу? Рыба очень любит червей, как ты любишь сосиски. Да, а я люблю сосиски. Кажется, дождь начинается. Мне кажется, что уже не кажется, а он на самом деле начинается. Я думаю, нашей рыбалке ничего не сможет помешать. Даже небольшой дождик. А в дождь рыба лучше ловится? Ну, у рыбы-то нет дождя. Значит, будем надеяться, что будет хорошо клевать. Ну, я думаю, можно поискать здесь. Здесь земля почернее и повлажнее. Смотрите внимательнее. О, вон там два червяка. Вот, аккуратненько. Игорь, доставай баночку. Вот еще один. Давайте немножко землицы положим вот туда. Попробуем под корешками растений. Вот. Прямо на лопате сидит. Папа, а в каком месте лучше копать червей? Вон там один будет. Ну, где земля почернее, пожирнее. Они любят влажные места. Ну, чтобы и не сильно мокрые. Под досочками, наверное, да, где-нибудь? Да, под досочками, под камушками прячутся. Вылезает погреться. Рыбу обязательно на червей ловить или можно на что-то другое? Есть и другие наживки. Можно даже разжевать хлеб, скатать тесто и ловить на него. Вроде бы они не такие уж и противные. Чтобы накопать червей, возьмите с собой лопату. А если земля мягкая, то можно копать дощечкой или палочкой. Поднимайте камни, в них тоже могут прятаться черви. Игорь, по-моему, это место. Да, да, да. Мы вчера видели, что здесь плескалась рыбка вечером. Предлагаю попробовать здесь. Так, линуй, давай червячка. Жирненького. Как понять, что рыба клюет? Поплавок начинает дергаться. Начинает тонуть, да? Тонуть и всплывать? Тонуть и всплывать? Пап, мне кажется, у меня клюет. Игорь, у тебя зацеп, Надюшка. Ты поймала траву. Игорь, у тебя клюет. Аккуратно подсекай. Игорь, поздравляю. Ура! Ты поймал, карася. Так. Так, аккуратно. Крючки опускаем. Вот наша первая рыбка. Ребята, поздравляю. Ура! Надя, отодвинься. Так я не могу, у меня пуплывок сносит. А мне так неудобно. Папа! Ну, если будете так шуметь, то вообще никогда рыбу не поймаете. Почему? Иногда рыба может среагировать на шум и уйти на глубину. Пап, а какая рыба водится в озере? На этом озере я первый раз ловлю рыбу. Но я думаю, что будем ждать плотву и окуня. В озерах водится много-много разных рыб. Но поймать их иногда совсем непросто. Да, помните, нельзя шуметь во время рыбалки. Рыбки боятся криков и могут спрятаться. Многие рыбаки сидят в тишине по несколько часов, чтобы поймать хороший улов. Папа, смотри, мне кажется, что у меня тоже клюет. Надюшка, аккуратно, аккуратно поднимай. У тебя тоже рыбка, Надюшка. Ура! Держи, Аккуратно, я сухожу от крючка. Это моя рыбка. Ну, из этой рыбы получилась бы отличная уха. Ну, пожалуйста, давайте ее отпустим. Пожалуйста, пожалуйста. Ладно, хорошо, давайте отпустим. Ребята, я надеюсь, вам понравилось сегодня с нами. И вы позовете своих родителей на рыбалку. Пока! Пока-пока! Потому что я надеюсь, что я надеюсь, что растелись на рыбалку. Вызext friendheid. Субтитры подогнал «Симон»